Вместо кабинета больничная палата с пациентами, ненастоящими манекенами. Теперь на них будут обучать будущий средний медперсонал всем необходимым навыкам. Оказание помощи. От выполнения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца, до послеродового ухода за новорождёнными. Ты стараешься глубоко притолкнуть, это неправильно. Тебе нужно толкнуть вот так резко. Резко. Смотри. Ранее вспоминают педагоги. Ставить уколы, бинтовать, накладывать шины студенты учились друг на друге. Теперь для этого есть целый набор тренажёров. Выполнять на них задания можно до тех пор, пока не будет сформирован навык. Мы можем отработать все свои приобретённые навыки и довести их до автоматизма. Также мы же не можем на живых людях это всё сделать. И вот мы отрабатываем на этих манекенах. То есть уже страха нет потом с людьми работать. Уже знаешь, чем может обернуться то или иное действие, и уже ошибок этих не допускаешь. То есть уже учишься на своих ошибках. Все ведь знают, что на чужих ошибках-то никто не учится. Учится на своих. Здесь они сделали ошибки, в жизни уже там не делают. Новый симуляционный центр в Глазовском филиале Республиканского медколледжа не первый. Такие тренажёры уже есть в Ижевске. В прошлом году оборудовали в Воткинске. И создаются они не только для студентов, но и для тех, кто уже работает в клиниках. И на сегодня в том числе эти кабинеты и для них тоже. Например, есть специалисты, которые не умеют делать постановку периферического венозного катетера. Здесь, в этих условиях, они спокойно этим угладеют, придут в отделение и будут работать. Учиться здесь будут и школьники, ученики специализированных медицинских классов. Они есть и в Глазове. А до 2024 года такие же симуляционные центры появятся в филиалах медколледжа Сарапула и Можги. Оксана Ходикова, Дмитрий Вороновнин, Василий Хохряков. Новости.